Иисус сын Давидов. Иисус сын Давидов. Когда этот человек у дороги просто кричал Иисус сын Давидов, он признал его царство. Когда все остальные спрашивали, какой властью ты это делаешь? Он говорил Иисус сын Давидов, пока ты рассуждаешь, кто Бог, какому Богу поклоняться, я знаю, кто мой царь, я знаю, кто мой Бог, я знаю, кого я уверовал, я знаю, кого я принял, я знаю, кто Господь и кто царствует над всем. Иисус сын Давидов, помилуй меня. Он не просто говорил об этом. Вы знаете, некоторые поклоняются чему-то, они даже и не понимают, чему они кланяются, они не знают, чему они кланяются, но мы знаем, кому мы кланяемся. Мы знаем, где спасение. Спасение из дома Иудина. С того места, где Иисус пришел, Он пришел в спасение для нас, и Он наше спасение. Иисус – мое спасение. Я вам хочу рассказать секрет. Ты каждый раз должен переживать о том, что Господь твой спаситель. Переживать и ощущать. Потому что спасение – это все для тебя. Это твое благословение, это твои финансы, это твоя жизнь, это твоя семья, это твои дети. Это все для тебя. Потому что Он не спас тебя просто, чтобы ты был там на небесах где-то. Он спас тебя из твоих проблем для того, чтобы восстановить, для того, чтобы ты начал царствовать вместе с Ним. Библия говорит, вместе с Ним царствовать будешь. Ученики настолько возбужденные тем, что они уже скоро вот-вот будут царствовать. Говорят, посади нас по правую руку и по левую. Они поцелают маму свою. Они даже не сами это делают, чтобы мы царствовали вместе с Ним. Они осознают, что царство скоро приближается. Послушайте, но они не осознают, что они просят. Потому что когда ты царствуешь вместе с Ним, то ты должен не нести ответственность вместе с Ним. Я говорю об ответственности, потому что некоторые избегают ответственности даже в домашних, бытовых делах. О, затронул какие-то вопросы. Есть бытовые вопросы, которые мы бежим от них, и мы не можем отвечать даже за свою семью. Но когда у тебя есть ответственность, слушай внимательно, когда у тебя есть ответственность, Бог дает Аврааму поручение, слушай, научи детей своих ходить предо мною. У тебя есть ответственность? Скажи, у меня есть ответственность? Я не просто хожу в церковь, чтобы быть здесь и просиживать, протирать здесь место. Я не здесь, не для этого. Я должен научить детей своих. А для этого я должен в первую очередь сам знать его. У меня есть ответственность. Ответственность. Когда ты понимаешь, что ты царствуешь с Ним, у тебя есть ответственность, что ты должен узнать Его. Слушай внимательно. Я хочу, чтобы ты понял меня. Некоторые говорят, что они знают Бога. Но вы знаете о Боге, но Бога не знаете. Потому что ответственность, это когда ты берешь ответственность за других, за тех, которые нуждаются. За тех, которые нуждаются в твоей помощи и поддержке, скажи ответственность. Слово ответственность хорошо звучит. За кого ты сегодня в ответе? Задайся себе вопросом. Сколько человек в твоей жизни, за кого ты отвечаешь? И я скажу, царствуешь ли ты или нет. Ответственность, это то, что ты несешь. Это твоя обязанность. Вы знаете, Бог не отменил иерархию власти и послушание власти. Она есть и она работает. Царство Божие, оно распределяется. Ангелы не имеют права говорить на друг друга что-то плохое. Но люди, они глупые. Они делают что угодно. Потому что они думают, что Бог спас всех. Слушай внимательно. Если я не знаю власти и постановлений власти, потому что у Него есть власть, вся власть. Дана мне всякая власть на небе и на земле. И кому хочу ее, тому и даю. Смотрите внимательно. Ответственность это та власть, которую я получаю от Него. Ответственность это распределение моей обязанности, которую я должен понести здесь на земле. И когда он идет ученикам, первая ответственность. Он говорит, идите по всему миру. Я дал вам ответственность говорить Евангелие. Правда? Но на этом ли закончилось все? Он говорит, слушайте, у вас есть ответственность в дарах. Потому что дары Христовы, помните, апостол, он должен заботиться о церквях. Правда? Сейчас есть апостолы, которые не имеют ни одной церкви. Но они апостолы. Суть не таковы. Правда? Есть пастыря, которые не пасут никого. Они сами себя даже пасти не могут. Они бывшие называют себя. Потому что ответственность за то служение, которое ты несешь, за тех людей, за которых ты взял, они едут через... Отец Сергий, вы едете куда? Неизвестно куда. Для того, чтобы пасти кого-то. Правда? Ответственность за тех людей. Мы берем ответственность за определенных людей. И смотрите, учителя, они не могут, чтобы ученики не учились у них. Правда? Они берут ответственность за них. И они приезжают, они смотрят, они замечают, они... Слушай, пиши контрольную. Это хороший учитель, когда проверяет тебя. Правда? Мы думаем, что когда нас проверяют, это плохо. Когда нас испытывают, это плохо. Но послушай внимательно. Это его ответственность. Это ответственность его власти, служение, которое он принял от Иисуса Христа. Когда ответственность, скажи, ответственность, евангелист, он ни за что не отвечает. Он просто должен человеку рассказать об Иисусе. Нет. Если он не отвечает, чтобы человек был в церкви, то он безответственный евангелист. Это дар Христов, который привлекает людей в церковь. Привлекает людей в церковь, чтобы церковь наполнилась. О, как я хочу, чтобы у нас был дар евангелистов. Каждый второй евангелист, все. Борис Пальспаса. Вы понимаете меня? Бог поставил так, как он захотел. Он сделал дар, даже положил нас, ту ответственность и вложил. И она раскрывается по мере того, как мы ходим, как мы начинаем ходить перед Богом. Я уже 27 или 28 лет верующий, как принял водное крещение. Но это меня не останавливает. Вы знаете, я каждый раз удивляюсь ему, какой он. 28 лет я хожу с Богом. И я удивляюсь ему. Я удивляюсь. Он чудный. Он дивный. Он необычный. Он загадочный для меня до сих пор. И каждый раз я смотрю на то, что он делает. И он говорит, я понимаю, что это не мы. Мы не можем того делать. Ответственность. Скажи, в моей жизни должна быть ответственность. Давайте откроем что-то. Деяния апостолов. Сейчас я скажу, какое местописание. Десятый главы с первого стиха. В Кесарии был муж именем Корнилий. Сотник. Это был воин. Это был мужик настоящий. Он, может быть, даже стоял и воевал. Направлял убивать людей. Он был человеком чести. Сотник. Смотрите внимательно. Но он был богобоязненный человек. Он искал Бога. Благочестивый и боящийся Бога. Со всем домом своим. Скажи, ответственность. Со всем домом своим. Почему дом такой был? Потому что он был таким. Мне нравится это слово. Потому что дом был таким. Вы знаете, рыба гниет. Не пеняй на хвост, если голова в проблеме. Рыба гниет всегда с головы. И Корнилий, он был ответственный. И он искал Бога. Он молился Богу. И весь дом искал Бога. Я детей бы провожу в церковь, чтобы они ходили в церковь, чтобы они служили Богу. А я посплю дома. Я таких знаю. Видели. Слушай внимательно. Ты должен примером показывать. И они даже не будут спрашивать. Они сами будут искать Бога. Правда? Они сами будут жаждать, как ты будешь жаждать. На них сойдет Дух Святой, как на тебя сойдет Дух Святой. А на них сойдет сила, как на тебя сходит сила. Потому что они ровным счетом ответственны за дом. Вы знаете, Бог всегда оплачивает то, что Он вкладывает нас. Ответственность нас. Человек сотник. Он не только за... Все любили Его. Почему? Потому что Он брал ответственность за тех людей, которыми Он общался. Он, может быть, жертвовал много. Он, может, давал много. Он, может, служил много. Благочестивость, она заключается в том, что мы делаем в своей жизни. Потому что некоторые люди ничего не делают, они говорят только. Корнилий был не таким. Он служил. Он действовал. Он делал те вещи, которые говорили, что Он благочестив. О, это не исполнение закона. Потому что по фарисеям не говорили, что они благочестивы. Благочестие не в том. Он, наверное, сирот и вдов. Он презирал в скорбях. То есть, другими словами, Он жертвовал. Он давал, служил. Он действовал в том, что Он получил от Бога. Он получил благословение, какую-то власть. И Он этой властью пользовался правильно. Он раздавал вовремя. Он служил вовремя. Потому что некоторые, имея власть над своим домом, не пользуются ею. А живут в свое удовольствие. Живут, как хотят. Едут, куда хотят. Занимаются, чем хотят. И это не есть воля Божья. Он ведь благочестивый, творивший много милостыней народу, всегда молящийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа ангела Божия. Круто! Но власть Божья не распространяется, чтобы ангел свидетельствовал. Знаете, кому власть дана? Петру. Иоанну. Иакову. Ангел приходит к нему и не рассказывает ему об Иисусе. Так что, если вы увидите ангела в своей жизни и не ходите в церковь, слушать об Иисусе, о Спасителе, это дух нечистый. Ему не дана власть говорить о нем, свидетельствовать об Иисусе. Вы знаете, кому дана власть? Тебе и мне. Пастырям, служителям. Это правильное положение, это правильное взаимоотношение в церкви, в служении. Если мы неправильно относимся к власти, то у нас все идет неправильно и в доме. Неправильно и в доме. В Библии написано, почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Это благословение, оно работает даже тогда, когда мама плохая и папа плохой. А если у меня мама плохая, не имеет значения, почитай их. Почтение должно относиться к тем даже, которые ужасные. Потому что у тебя власть подчиниться, а моя власть овладеть. Моя власть, служить. Вы понимаете, когда мы понимаем эти власти, Корнилий понимал. Он молился Богу, он был сотником. Вы знаете, мне нравится, интересно, там был еще один сотник. Когда во времена Иисуса, он пришел просить о своем слуге, и он сказал, скажи только. Он сказал, только скажи, потому что и я подвластный человек. Он так знал власть, что он имел это в своем сердце. Насколько они правильно научены были. Церкви не научат так. И он сказал Иисус, я и в Израиле не нашел такой веры. Вы знаете, в некоторых церквях нету веры, потому что они делают, что хотят. У них пастырь – это выбранная фигура. Кого слушаю, кого хочу, того и слушаю. Кто из вас знает такие церкви? Я знаю. Хочу – слушаю, хочу – не слушаю. Буду слушать, не буду слушать. Не твое дело, кого Бог поставил. Корнилий знал это. О власти – все. И он был благочестив. Он под властью неправильной был еще и благочестив. Можно быть в ужасном обществе, но быть хорошим. Можно делать добро даже там, где везде плохо. Вы понимаете меня? Кто из вас понимает? Мы для этого и здесь, в городе Борисполе, чтобы научить заткнуть рот всем, кто против власти Божьей. Читаем дальше. Хорошо? Он видение ясно видел около девятого часа дня ангела. Девять часов дня. Ангела Божия, который вошел к нему и сказал, Корнилий, круто тебе, благословен ты, у тебя все будет хорошо. Нет. Нет, он не благословил его. Смотрите, он же взглянул на него, испугавшись, сказал, Господи, ангел, молитвы твои милостыны, пришли ли на память Богу? И так пошли людей в Иопию и призови Симона. То есть потратить деньги, возможности, силы, пожертвуй чем-то в своей жизни, чтобы привезти того, который может тебе. Вы знаете, для того, чтобы приехал Петр, ему надо было послать своих слуг, дать ему на проезд, снарядить, а так не приходили еще, а еще и подарки Петру привезти. Вы понимаете? Цена, которая должна быть заплачена. Кто из вас понимает это? Ты начинаешь ценить тем даром только тогда, когда ты платишь. Вы знаете, слово должно быть оплачено. Трудящийся достоин мы должны научиться тем вещам, которые в нашей церкви не... Это правило Божие, которое работает. Это служение Божие. И оно всегда оправдывает. Есть благодать Божия. Я не говорю о себе. Я говорю о других. Но есть те люди, которые... Петр, он в полном служении. Он постится, молится на крыше. И вы знаете? И Петр не хочет никуда идти. Кто из вас знает, что Петр не хотел? Особенно Корнилию. Знаете, кто такой для него сотник? Завоеватель, убийца его народа. И я должен идти к своему убийце. Проповедовать. А Бог ему в видении показывает, слушай, не почитай ничего нечистым, что Бог очистил. Скажи, что Бог очистил, не почитай нечистым. Не почитай нечистым, что Бог очистил. Есть власти. Есть власти. Есть власти и силы от Бога. И послушай внимательно. Библия говорит, что власти упразднятся только тогда, когда придет Иисус Христос и подчинится сам Отцу. До этого власти, установленные они, работают. Служение есть. Сила есть. Я хочу, чтобы вы знали, поэтому мы почитаем власти, поэтому мы относимся к властям правильно, потому что мы знаем, какая нам дана власть и от кого мы имеем власть и приняли власть. Аминь. Когда ангел, говорившись с Корнилием, отошел, он призвал двоих своих слух, благочестивого воина, находившийся при нем, и рассказал им все, и послал их в Иопию. Да там вся армия такая была. Мне нравится. Вся... Какой стих? Седьмой. И рассказал... Там все войны были. Ты понимаешь, что ты не можешь быть благочестивым, а у тебя все войны. Рыба гниет с головы. И вот часто заходишь в церковь, и в церкви такое чувствуешь, тот не так... Это значит, с пастырем что-то не то. Потому что пастырь не установил порядок. Правда Божия? Порядок Божий – это любовь. Кто из вас понимает, что такое благочестие? Любовь. Уважение, почтение. Давайте дочитаем. Пятнадцатый стих. Что Бог очистил, того не почитай нечистым, говорит Петру Бог. И так было трижды, и сосуд опять поднялся в небо. Прочтете это, если я просто буду спешить уже, потому что время... Потому что время... Смотрите внимательно. И Петру приходится идти свидетельствовать туда, куда он не хочет. Говорить к тому, который не хочет. Кому он не хочет? Воину, завоевателю, убийце его народа. он идет к нему рассказать об Иисусе, который может его спасти. Я бы, как и он, наверное, бежал в Фарсис. Ну, у Петра было хорошее предупреждение. Потому что Петр, он был человеком резким во всех отношениях. Вы помните, кто отрубил ухо слуге? И вот этого поставили во главу церкви. Слушай внимательно. Он поставил его главным для того, чтобы раздавать Евангелие, раздавать хлеб. И он посылает своего ангела для него, чтобы тот подчинился его указу, приказанию, чтобы тот пошел к Корнилию. Мне нравится то, что Петр делает. Он послушание и исполняет слово. Вы знаете, я бы так не сделал. С моим характером. У меня другой характер. Ну, вы скажете, это гордость. У Ионы не гордость была. Правда? Смотрите, если вам приходится говорить своему врагу, о примирении, это гордость? Нет. Тебе надо послушаться. Потому что, если Бог тебе сказал, это просто банальное послушание. И слушайте внимательно. Бог гордым противится, смиренным дает благодать, это к другому месту. Но здесь говорится о послушании. И я хочу, чтобы ты взял ответственность за то, что ты несешь, за служение, которое тебе доверено. Ответственность. Ты хочешь царствовать? Возьми ответственность. Если ты не примирился со своим врагом еще, почему Петр идет к Корнилию? Почему вообще эта ситуация произошла? Я хочу, чтобы вы услышали о чем я говорю. Может, у вашей жизни есть враги, которые благочестивые, с которым вы не можете примириться и нести слово примирение? Хорошо, давайте прочтем, как это происходило. Мне нравится, как это происходило. Тогда Петр, 23 стих, пригласил этих двух и на другой стал, пошел с ними. И некоторые из братья Иопийские пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвал родственников своих, близких, друзей. Круто! Мне нравится, насколько у него была ответственность. Он не просто сотник был, он не просто богатый человек. Вы знаете, есть богатые, но они нищие внутренне. Они никогда никому ничего не дадут. Они ни о ком не позаботятся. Есть люди, которые могут, но не хотят. А этот был щедр. Он всех собрал. Если о спасении будут говорить, то надо для всех. Вы понимаете, что насколько этот человек благочестив? Он не эгоист. Нет. Это тот, который нужен Иисусу. Это тот, который может царствовать вместе с ним. Это тот, который может овладеть этой землей. Это тот, который может по-настоящему быть господином. Вы знаете, мало людей, которые господствуют. По-настоящему господствуют. Вы знаете, кто такой господин? Это тот, который может позаботиться о других. О, у вас надо, чтобы царствовал тот, который заботится только о себе. Правда? Потому что мы видим наших господ. Они думают только у Бога господствует только тот, который у вас да не будет так. Правда? А, хорошо, давайте прочтем. Когда Петр входил, Корнилий встретил его, поклонился, падший к ногам его. Ангел приходил. сказал, чтобы тот принял Петра, еврея, над которым он господствует. Принятие власти духовной гораздо круче, гораздо сильнее. Оно дает тебе власть неограничена. Скажи, неограничена. Моя власть неограничена. Моя власть может быть неограничена. Принятие духовной власти неограничено. Смотрите, Петр же поднял его, говорит, встань, я тоже человек. Вы знаете, это хороший признак такой. И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. Он не располагал, что он будет говорить им. Он не располагал, что собрание начнется, церковь начнется в том доме. Он не располагал этого. Он просто пришел Корнилию, потому что ему было откровение о одном человеке, правда? Но Корнилий взял ответственность за многих. Вы знаете, мне нравится это. И сказал им, вы знаете, что иудею возобранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл. Он не сказал, что он чувствовал еще к тому. Потому что я упускаю это. Потому что сотник цезагарбник, тот, который завоеватель в их доме. Но мне Бог открыл, что я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Подчеркните это. Ни одного человека. Теперь вокруг себя посмотрите. здесь нету никого скверного и нечистого. Аллилуйя! Ни скверный и ни нечистый. Он говорит о всех. Он поднимает его и говорит, я тоже человек. Я человек. Это правильное отношение. но поэтому был призван, пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? Корнилий? Я пришел к вам. Может, помолиться за больных тут? может, кому что-то нужно? Может, вино в воду превратить в вино в воду? Может, что-то сделать такое? Для чего позвали? Корнил, мне ничего не надо. У меня все есть. Мне надо узнать слово жизни. Жажда. Смотрите, какая жажда была у Корнилия, что он призвал всех. Он жаждал слышать слово Божье. Я вам хочу сказать, если ты перестал жаждать слышать слово Божье, то обратись к Корнилию обратно. Вернись в то место, где ты потерял это. Вспомни, откуда ты не спал и твори прежние дела, потому что Корнилия начала с церкви, с его дома, с его ответственность, желание слышать слово самому и все остальные услышат. Дальше. Услышана молитва твоя, милостыни твои, вспомни, итак, пошли в Иопию, призови Симона Петра, называемого Петра, он гостит в доме Кожевника Симона при море, он придет и скажет тебе, он придет и скажет, я тот час послал. Вы знаете, есть люди, которые мешкают каяться, мешкают прийти в церковь, мешкают прийти на служение, мешкают, знаете, они рассуждают, воля ли Божья или не воля Божья, они безответственны. Мне нравится Корнилий, он не мешкает, он спешит, он бежит. Вы знаете, если ты получил что-то от Бога, в своей жизни как откровение, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, я должен держать эти вещи, я должен держать слово его внутри себя, чтобы исповедовать каждый день. Я встаю с утра, я исповедую, кто я такой, что я имею, потому что дьявол, а он обманщик, он приходит и говорит мне, вы знаете, как мы меняем свое мышление? вам всю жизнь вбивали, что вы должны жить, как все. Школа, институт, улица, друзья, реклама. И теперь вы стали новым творением во Христе Иисусе, и вам надо поменять мышление, вам надо изменить мышление, вам надо слово от Бога, которое изменяет вас, и вам надо это исповедовать, вам надо это говорить. Исповедание доброе, правильное исповедание, которое я храню в своем сердце, и если я его храню, оно делает меня сильным, всемогущим. это меняет мое, скажи, мышление, мышление, размышления, мышления мои меняются после того, как я начинаю говорить. Я веровал, потому и говорил. Твои слова, они говорят о том, во что ты веруешь. Кто-то живет чем-то, но он не верует этим. Вы понимаете? Мы можем ходить в церковь, но не верим. Наше исповедание иное. Мы не должны исповедовать другое. Мы не должны говорить другие вещи. Хорошо, это отхождение, но смотрите, Петр отверг с уста и начал говорить. Он исповедует, чем живет. Почему он постился? Вы знаете, что такое пост? Это когда ты жаждешь Бога. Слушай внимательно, пост это жажда по Богу. Еще раз говорю, пост это жажда по Богу. Еще раз говорю, это не ограничение просто для того, чтобы не есть или похудеть, или для того, чтобы у тебя фигура была лучше. Это не для этого. Это жажда по Богу. Я воспитываю жажду по Богу. И вы знаете, когда Иисус сказал, когда заберется жених, тогда будут поститься. Знаете, почему он так сказал? потому что когда меня не будет, они будут жаждать меня. И будут учиться жаждать меня. Потому что когда ты кушать хочешь, и переворачиваешь свою жизнь, и начинаешь думать о том, что ты хочешь, встречи с ним, жаждешь его больше, чем пищи, больше, чем воды, больше, чем всего, твоя жизнь начинает меняться. Потому что некоторые просто голодают. Перестаньте голодать. Перестаньте голодать. Потому что голодание не имеет смысла. Это воспитание жажды по Богу. Я кому-то что-то сказал, да, новое. Разрушил веру. Томит сердце человек. Жажда по Богу. Когда я хочу встречи с Богом, я начинаю делать добрые дела. Накормлю голодного, позабочусь о бедном. Правда? Когда я жажду в своей жизни Бога, это настоящий пост. Скажи, пост это когда я жажду Бога, а не когда я просто голодаю. Я пощурусь, тройте меня фляда. Это голодовка, которая приводит не только к твоему расстройству, но и к моему. Это безответственное поведение. Мне надоело. Лучше покушай и успокойся. потому что этот пост не угоден Богу. Знаете, некоторые постились для того, чтобы убить Павла. Они сказали, не будем есть, пока Павла не убьем. И не убили. Наверное, умерли так. Бог его провел через них, спустили в корзине. Нормально все. Вы знаете, Бог, он чудный. Он делает многие вещи в нашей жизни. Корнилий исповедует, говорит, Петр говорит то, во что он верит. и начинает говорить о том, с чем он живет. Чем ты живешь сегодня? То и ты говоришь. Его прислали для того, чтобы говорить. Вы знаете, он не знал об Иисусе. Корнилий не знал об Иисусе. Этот мир не знает Иисуса. Я вам секрет расскажу. Они знают правила, законы, еще чего-то, праздники какие-то. Они знают, но Иисуса они не знают. Знаешь, кто может познакомить его с Иисусом? Не ты, а знающий Иисуса. О, обидел кого-то. Нет, послушай, мы должны сами знать Его. Мы должны сами встретиться с Ним, исповедовать Его, говорить о Нем, думать о Нем, мечтать о Нем, жаждать Его. И когда я буду жаждать Его, всем своим сердцем, это настоящий пост. Он явится ко мне, Он придет ко мне, Он расскажет снова о себе, Он придет в мою жизнь. И вы знаете, самое интересное, Бог является Иоанну на острове Патмос. Я думал, почему Он явился Ему уже на острове Патмос? Никого нету. Он жаждал его. И когда Он его встретил, Он его не узнал. Я хочу встречи с Иисусом. Моя задача прийти и встретиться с Ним. Мы должны увидеться с Ним. Я прихожу в церковь. Что я хочу видеть? жажда по Богу. Аминь. И Он начинает благовествовать, как Бог сделал все, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. Такие чудеса Он творил. И Он все это видел. И наверное рассказал, как Он ходил по воде. О, я преувеличиваю много, да? Я не знаю, о чем Он рассказывал. Тут вкратце изложена Его проповедь. Но пока Он это говорил, знаете, что происходит? На жаждущих людей сходит... Смотри, что делает жажда. В первой, второй, деяния апостолов, там написано, на жаждущих излил Он Духа Святого. И здесь, на Корниле, и на тех, которые жаждали, они начали говорить на иных языках. Они просто начали говорить на иных языках. Они просто говорят на иных языках. Они начинают говорить на иных языках. И Он смотрит на них, как это так? Я не понимаю, что это такое? Я не понимаю, неужели язычникам Бог открылся? Язычники знают Бога. Неужели язычники могут получить то же самое, как и мы? Так, им надо срочно креститься водя. И он преподает им еще и водное крещение. Послушайте. Они были крещены Духом Святым и закорнили, который взял ответственность, весь дом, вся семья, вся их большая семья и друзья даже. Правда? Потому что они видели его. Как ты думаешь, сколько людей получат крещение Духом Святым из-за тебя? Это твоя ответственность. Слушай внимательно, это твоя ответственность. Я хочу, чтобы ты взял ответственность в своей жизни за тех людей, которые вокруг тебя. Почему я начал проповедовать о Корнили? Потому что он был простым человеком, сотником, которого ненавидели, которого не любили, но он был благочестив, он был в жизни хорошим человеком, но он брал еще ответственность за свою жизнь и за других людей. Он делал это по плоти, но когда пришел Дух Святой и сила Божия, все поменялось. Вы знаете, мне нравится, Петр воспользовался теми ключами от Царства Божьего. Первый, не, второй раз. Она не Сапфира первый раз. Он просто закрыл перед ними Царство Божье. И тебя вынесут. Это было то, что он закрыл. Тебе дам ключи Царства Небесного. А Корнили он просто открывает через благовествование и через водное крещение, потому что через это открывается вход в Царство Божье. Возьми ответственность. Петр, он был послушен Богу. Я хочу, чтобы мы были послушны Ему в своей жизни. Потому что есть люди, которые нуждаются в нашем слове, в нашем откровении Иисуса Христа, в нашем откровении, которое мы приняли, что Иисус Господь, что Он есть Бог, что Он есть Царь, что Он тот, который может спасти и пасти, и изменить их. Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Другими словами, Он повелел им креститься. Так, что-то неправильно. Такого я еще не видел. Они даже еще не покаялись, но Он уже повелел им креститься. Что-то необычное произошло, правда? Они уже готовы были принимать еще до того, как Петр придет. Насколько мы так готовы принимать? Насколько у нас такая жажда принятия Иисуса Христа? Вы знаете, весь дом крестился. Жизнь у них изменилась. Я говорю о многих вещах. Насколько у нас есть жажда. Насколько наша жажда велика. Насколько мы велики в этой жажде. Мы сегодня слышали, слушаем проповедь. Я вам хочу сказать, но готовы ли мы взять ответственность за тех людей, которые с нами? за детей, за семью, за окружающих нас. Потому что они должны быть там, где мы. Если я хочу услышать Слово, то и они должны быть вместе со мной. Если я жажду, и они должны быть возле меня. пускай они видят твою жажду, твое желание, твои. И вы знаете, бывает, мне тяжело, и не хочется уже, но я понимаю, у меня есть ответственность за теми, которые стоят у меня за спиной. и поэтому я поклоняюсь. О, звучит как-то не так. Правда? Но послушайте внимательно. Если ты берешь на себя ответственность, но не делаешь, ты ответственный за тех, которые сзади тебя идут. Ты должен служить лучше в сто раз. Ты должен делать в сто раз лучше. Ты должен выполнять, в сто раз больше. Понимаете меня? Кто из вас понимает, о чем я говорю? Это сложно. Это тяжело. Но это благословение. Вы знаете, Иисусу не надо было молиться, потому что, когда Он молился за воскрешение Лазаря, Он даже не особо не... Ради кого Он молился, не ходил на гору? Да Он сын. Скажи, ради нас, ради учеников, ради тех, которые с ними. Вы знаете, бывают молитвы наши, нам не нужны, но знаешь, кому они нужны? Ради кого ты живешь? Отчего ты не молишься? Да ты безответственный человек. Ты понимаешь, что у тебя должна быть ответственность? Твой дом, твоя семья. Да хотя бы свою жизнь возьми в ответ. Живу для себя. С этого момента я хочу, чтобы вы пересмотрели себя, пересмотрели свою жизнь, начали жить уже не для себя. Правда? Не для себя живу, но для Иисуса Христа и для тех, которых Он даст мне. Правда? Чтобы заботиться о них, чтобы служить им. Правда? Скажи, Аминь. Вы знаете, когда я на молитве хожу и не молюсь, да я не ради себя молюсь, я ради тех, которых Он даст мне, молюсь. Ты хочешь много? Делай много. Служи много. Действуй во много. Возьми ответственность. Аминь. Не проводи. Нам хочется, конечно, чтобы у нас было все, но ничего нам за это не было. Но это не есть ответственность. Хорошо, давайте встанем. Есть людям, которым надо изменить свою жизнь, поменять свою жизнь, принять ответственность от Бога на свою жизнь, за тех людей, которых вам даровал Бог. молиться за них. О, они Твои, Боже. Ты решаешь вопросы эти, но у вас есть ответственность за них. Некоторые берутся за плуг, но оглядываются назад. Знаешь, о таких Иисус сказал, неблагонадежны. Люди безответственные, они неблагонадежны. Для Царства Божия, для служения, для всякого дела. Я хочу, чтобы мы благонадежны были. Во всяком деле, мы должны быть благонадежны. На нас надо положиться. Если что-то нам доверил Бог, то мы должны это сделать на все сто процентов. Мы должны сделать так, чтобы о нас говорили, нас помнили. Правда? В хорошем смысле имеется. Потому что некоторые помнят в плохом. но и делать до самого конца. Делать до самого конца. У меня ребенок. Один, второй. Если бы я их в двухлетнем возрасте оставил, что бы вы обо мне сказали? Безответственный папа. Правда? Но если я их забочусь, даже если меня все оставят, но я продолжаю о них заботиться, то я ответственный человек. есть люди, которые бросают при маленькой угрозе свое дело и служение. Они неблагонадежны. Я хочу, чтобы твоя жизнь, она стала другой. Твоя жизнь, твоя жизнь стала твердой. Это твердое основание. Если Бог тебя избрал для служения, для своего служения, Он хочет тебе доверить большего, но Он не может больше, когда ты в малом не веришь. Тебе надо сегодня подумать о том, в чем ты был неверен, покаяться перед Богом и сказать, Господь, я хочу перемен. Дай мне малость, дай мне опять это малое, Бог уже будет проверять тебя и испытывать тебя. О, и Он, и Он испытывал. Вы знаете это? Испытывал даже под кустом. Он будет испытывать тебя. Ради чего ты все это делаешь? Ради своего эго? Чтоб возгордиться потом, что это ты такой крутой? Или ради того, чтобы исполнить Его Слово? Как Петр. Я немедля пришел, услышал. Я хочу, чтобы наше эго, оно умерло сегодня. Если у тебя есть хоть чуть-чуть гордыньки, умертви его сейчас, потому что неблагонадежен. Потому что в твоей жизни придут те люди, которым придется служить, которых ты должен будешь принять всем своим сердцем, возлюбить их и любить даже тогда, когда они тебе делают очень плохо. Понимаешь меня? И не тебе, другим, но которых ты любишь. тебе надо сегодня поменять свое мышление. Бог избрал тебя для служения многим. Да. Я проповедую себе. в первую очередь. Потому что я хочу быть таким. Я хочу поменяться. Во что верую, то и говорю, то и исповедую. И некоторым. И некоторым надо покаяться, некоторым надо сегодня признать Иисуса Господом, чтобы Он стал Господином твоей жизни по-настоящему. Не для галочки, а по-настоящему. Чтобы пришла ответственность в твою жизнь. Хватит жить для себя. Если ты желаешь, я буду молиться. Вместе с тобой. Подними свою руку. Субтитры создавал DimaTorzok